Здравствуйте, друзья! Сегодня 31 мая, последний майский день, но у нас он такой, что прямо ух, просто солнце светило весь день, я опять загорал и, разумеется, припозднился вот с этим вот новым, так сказать, диском. Но я его зато хорошо послушал, причем он мне очень понравился, и он такой простой, и как бы для понимания простой, и элементарно слушается, но в то же время это фьюжн, это ух, это один из лучших стилей, которые вообще я люблю в джазе. Итак, я зачитаю сразу, что написал Леонид Аускер на своем сайте Jazz Quadrat о этом альбоме, именно там я его увидел и сразу добавил себе в коллекцию. Итак, 1980 год, ансамбль The Breaker Brothers переживает период своего расцвета и занимает место среди других ведущих коллективов, исполняющих модную музыку фьюжн. У Breaker Brothers есть своя фишка, уникальная братская духовая секция из саксофониста Майкла и трубача Рэнди. К этому году группа выпустила уже 4 альбома, один другого краша, The Breaker Brothers 75-го года, Back to Back 76-го года, Don't Stop the Music 77-го и Heavy Metal Bebop 1978-го года. Группа отправляется в большой европейский тур, вместе с братьями едут гитарист Барри Финерти, участвовавший в записи Heavy Metal Bebop ради этого тура, прервавший выступление The Crusaders. Это тоже знаменитая фанковая группа Crusaders. Опытнейший клавишник Боппер Марк Грей, отлично усвоящий особенности языка фьюжн, а также басист Нил Джейсон и ударник Ричи Моралес. В Европе The Breaker Brothers встречаются с энтузиазмом, и после окончания тура группа еще заруливает 2 июля в популярный гамбургский клуб Uncle Poe's Carnegie Hall. Именно тамошний концерт и превратился ныне, 40 лет спустя, в большой двойной альбом Life and Unreleased, что переводится как «живой и не издававшийся ранее». Мощные фанковые ритмы и классные соло обоих братьев временами, разбавляемые гитарными партиями Финерти, так можно коротко охарактеризовать эту работу. Открывали программу музыканты композиции Майкла «Strap Hanging», давшие впоследствии название шестому и последнему студийному альбому The Breaker Brothers. Все вышесказанные в стилистике их музыки есть в этой пьесе, да, вдобавок еще и пикантное украшение в виде игры «Рэнди на трубе» и с эффектом «Вау-вау». Классика джаз-рока можно назвать композицию «Рэнди» «Спонж» с дебютного альбома группы. Тут много пространства получил каждый участник группы и использовал его в полной мере. Почти 19 минут звучания – уникальная версия «Фанки Си, Фанки Дью» с альбома «Don't Stop Me Music», из которого 9 минут занимает соло Майкла на электронном саксофоне без аккомпанемента. Один из первых его экспериментов в этой сфере. «Сом Шанк Фанк» – одна из лучших композиций The Breaker Brothers. Сегодня «Рэнди» оценивает ее так. Эта тема стала своего рода экзаменом для молодых музыкантов. В ней есть определенный вызов для исполнителей, что всегда привлекает. Сложная мелодия, только недавно вошедшая в наш репертуар «Фьюжн». И мы с удовольствием принимали этот вызов. Кавычки закрываются. Это сказал, значит, сам Рэнди. Мы публикуем видео с этой пьесой, сыгранной музыкантами в том же году на фестивале «Джаз Северного моря». А финишируют альбом отчасти юмористическим треком «Don't get funky with my money». За Рэнди и Нил еще и поют. Для тех, кто с удовольствием слушал «Фьюжн» еще в те годы, когда The Breaker Brothers сыграли этот концерт в Гамбурге, альбом «Life and Unreleased» ласково пощекочет ностальгические струнки. А для молодых любителей джаза альбом может стать увлекательным путешествием в незнакомое прошлое, из которого кое-кто может и не захотеть возвращаться. Так написал Леонид Аускар на своем сайте «Джаз Квадрат» 24 числа 05 месяца. Совсем недавно. И, значит, здесь он дает, кстати, вот это вот видео, которое я тоже советую посмотреть. Перейдете, я ссылку дам на своем канале в Телеграм. Будет ссылочка под заголовком «Читать». И еще я дам две ссылки. Значит, у меня есть на канале альбом, где, значит, Рэнди Брекер со своей женой выступает. В прошлом году был замечательный альбомчик. И еще у Рэнди Брекер «Рокс» есть такой классный альбом, где он роковые пьесы играет. Но это альбом, по-моему, это 2018 года. Но все равно классный альбом. Тоже есть на канале. Дам ссылку, перейдете, послушаете, посмотрите, почитаете. Что я еще хочу добавить? Не так много в музыкальном мире преуспевающих семейных ансамблей. Поэтому они на вес золота. Если перечислять, с кем вместе выступали The Breaker Brothers, получится длинная история. Вот лишь несколько имен. Джордж Бенсон, Жако Пасториус, Хэдби Ханкок, Чет Бейкер, Джилл Эванс, Дэйв Брубек, Хорас Силвер, Тони Уильямс и Билли Кобом. Не говоря уже о поп- и рок-артистах, которые обращались к ним за помощью от Франк Синатра до стиле Данн. Участие в альбомах Франк Заппа, Джаки Вилкинс и Эрик Клаптон. Записанное во время летнего европейского турне 1980 года в Германии. Этот комплект из двух дисков отражает энергию и виртуозность группы, которая просто горит джаз-фанк-роком. Но, с другой стороны, настолько проста и понятна, что будет радовать как бывалых, так и начинающих джаз-менов. Короче, это реальный фьюжн. Причем такой вот из 80-х годов. Он действительно простой, действительно понятный, действительно такой, ну как бы это сказать. Ну, я не знаю, может быть я, конечно, привык к бип-бопу или к хард-бопу. И я уже очень скурпулезно подхожу к этим всем наворотам. И поэтому я считаю его простым. Но, может быть, для начинающих он и не покажется такой простой. Хотя, кто его знает. Но, в общем, 10 композиций. 5 на одном диске, 5 на другом. Причем, да, длинная. Одна вот 19 минут, а 2 по 12. Ой, одна 12, одна 13, одна 11 есть. 9 минут, 9 минут. Тут очень длинные композиции. Они там зажигают соло, все дают. Что гитара, что труба, что саксофон, что, ну, фанк-рок там просто плещется. Просто купается. Люди, да, и то, что это лайв, то, что это концерт, это просто великолепно. Вот. И записан неплохо. Там есть хорошие стереоэффекты даже. Я не знаю, кто там записывал или специально сводили. Я не знаю. Но, в общем, запись такая сравнительная. Если сравнивать, то хорошая запись концертная. Вот. Breaker Brothers. На обложке альбома их трекер. Трекер такой, на котором, очевидно, они перевозили свою аппаратуру. Вот. По Европе катались. Ну, и, разумеется, надо слушать. Очень здорово вообще, что вышел этот альбом. Я даже и представить себе не мог, что... Да, кстати, вот нигде не упоминалось. Его, значит, брат Майкл Брекер, тенорный саксофон, который играл. Он умер в 2007 году. Поэтому группа уже как бы не существует. Да. Но Рэнди Брекер еще до сих пор играет на трубе. У него хорошая молодая жена. И вот я уже предлагал вам ссылку, значит, на их новый альбом. Замечательный альбом, который они вместе выпустили. И да, хорошо, что еще Рэнди жив. И хорошо, что он выпускает еще альбомы. И наверняка порадует нас еще своим, значит, своей игрой, своими композициями. Ну, все. С вами был Константин из Ирландии. Всего доброго. Встретимся уже в июне месяце. Пока. И всем хорошего фьюжена.